Здравствуйте, уважаемые студенты! Мы дальше продолжаем тему основы языка Java. Сегодня мы пройдем типы данных, операторы, выражения, функции. По плану рассмотрим также типы переменных, операторы, условные операторы, циклические операторы, операторы прерывания циклов, строковые операции, функции. JavaScript появился благодаря усилиям двух компаний – Netscape и Sun Microsystem. JavaScript позволяет создавать приложения, выполняемые как на стороне клиента, то есть эти приложения выполняются браузером на компьютере пользователя, так и на стороне сервера. Возможности JavaScript – создание динамических страниц, реагирующих на действия пользователя, обработка элементов форм в режиме реального времени, создание полноценных приложений, работающих в пределах сайта, отслеживание действий, совершения пользователями и другие. Способы размещения JavaScript кода Включение кода в JavaScript между тегами script Подключение внешнего файла с кодами JavaScript с помощью тега script И третье – использование кодов в JavaScript непосредственно в тегах HTML при создании обработчиков событий. Включение JavaScript между тегами script Для включения фрагментов программы на JavaScript или другим скрипте мы обычно используем следующий слабон script, language, язык подробнее, на котором написано script, srs, адрес файла со скриптом и программный код. Если при разработке сценария используется язык в JavaScript, то параметр language можно не указывать. Подключение внешнего файла с JavaScript Для подключения внешнего файла с JavaScript кодами используются те же самые теги скрипта, но в отличие от внутреннего встраивания тег содержит параметр srs, который задает эрум адрес внешнего файла с фрагментами JavaScript. Значит, здесь приведен пример, значит, myscript подключаем myscript.js файл с расширением для javascript файлов. Нельзя совместить в одном теге контейнеры скрипт, открывающий-закрывающийся, внутреннее и внешнее подключение кода в JavaScript. Тег скрипт могут использоваться в любом разделе HTML документа и в любом количестве. Использование событий. Для HTML назначается событие, при выполнении которого выполняется JavaScript. Тут приведен пример. С помощью Windows Alert мы на экране можем увидеть при нажатии кнопки слово «Добрый день». Значит, правила объявления переменных. Переменные – это именованные области в оперативной памяти компьютера, предназначенные для хранения различной информации. Объявление переменных выполняется с помощью ключевого слова «var». Один раз, использовав ключевое слово «var», можно объявить несколько переменных перечислить их через запятую. Присвоить какое-либо значение перемены можно с помощью оператора присваивания, которое обезначается им равное. Вот тут приведен пример. Значит, изначально мы описали два переменных, и сразу же после описания мы присвоили значение. Объявление переменных можно совмещать с их инициализацией. Инициализация – это одновременное выполнение двух действий, объявление переменных и присвоение и начального значения. Тут приведены примеры до этого. Значит, если несколько переменных, то можно их разделять через запятую. Переменная JavaScript не имеет типа, ей может быть присвоено значение любого типа. Позднее этой же переменной может быть присвоено значение другого типа. Если при объявлении переменной ей не было присвоено никакого значения, она будет содержать значение неопределенное, пока ей не будет присвоено другое значение. Имена переменных идентификаторов. Идентификаторы. Последовательность букв, цифра, также специальных символов. Идентификаторы выступают в качестве имен переменных, функций, свойств объектов и т.д. При выборе идентификатора необходимо учитывать. Идентификаторы не могут совпадать не с одним из ключевых слов JavaScript. Для интерпретратора они имеют специальное значение, так как являются частью синтеза языка. Идентификаторы могут состоять из одного или более символов. Для воскрепчивости из них регистра символов следует учитывать регистр при обращении к переменам и функциям. Идентификаторы могут отчиняться с буквы, символа подчеркиваемого или знака доллара. Далее могут следовать любые буквы, цифры, знаки, доллар или символы подчеркиваемого. Примеры допустимых идентификаторов. Значит, в первом случае мы можем просто взять литинскую букву. Далее можем также при написании идентификатора использует знак подчеркиваемого. В последних тут начинается с символа подчеркиваемого и знака доллара. Значит, это резервированные слова. На JavaScript резервированные слова мы можем использовать при написании своих скептов. Любая программа состоит из последовательности инструкции. Инструкция является указанием на совершение какой-либо действия. Окончание инструкции означает в целом точке с запятой. В этом примере приведен, что в MyNumber описан и присвоено значение в 12. Использование точки с запятой для указания конца инструкции не является обязательным условием. В диалоге между инструкциями можно не ставить точку с запятой, если они находятся на разных строках. Первая инструкция, вторая инструкция. При размещении инструкции на одной строке надо обязательно разделить с помощью точки с запятой. Тем самым сообща интерпретатору, где заканчивается первая инструкция и начинается следующая. Хорошей практикой программируем является использование точки с запятой всегда даже если инструкция расположена на разных строках. Это поможет сделать ваш код более читабельным и возможно избежать дальнейшими непредвиденных ошибок во время исполнения программы. Чувствительность к регистру, как и говорилось, что я воспринимаю чувствительность к регистру, например, ключевая слова SWITCH с прописками должно быть написано как SWITCH, а не следующим образом. SWITCH, первая буква заглавная, далее все буквы заглавные. Значит они будут читаться разными. Комментарии. Пояснение к исходному коду программы. Оформление по правилам определенным языком программирования. Функции комментарии. Помогает правильно понять текст программы. Временное исключение части кода программы. Виды комментариев однострочные и многострочные. Литерал. Запись в исходном коде программы, представляющие собой обычно фиксированные значения. Литерал представляет собой константы и посредственно включаемые в текст программы, в отличие от прочих данных, константы и переменных, обращение к которым осуществляется посредством ссылок. Литералы не могут изменить их в тексте программы. Супределен. Переменные. К нами в PUSH являются переменными литералами. Типы данного JavaScript делятся на две категории. Простые типы. Составные. К категориям простых типов относятся стрим, из текстовые строки, number, число, Boolean, логическое, null, defended. К составным типам данных относятся функции, array, object, функции, массивы, объекты. Для представления числа JavaScript используется 64-битный формат, определяемый стандартом AEE754. Этот формат способен представлять число в диапазоне от 5e, 324 до 1 миллиарда AEE754. Всех числа JavaScript представляют вещественными значениями, то есть нет различий между целыми и вещественными значениями. К любому числовому инфинити может предшествовать знак минус 100, делающий число отрицательным. Специальные числовые значения в JavaScript предупреждают глобальные перемены инфинити и n. Перемены инфинити хранят специальные значения, обозначающие бесконечность. Перемены n. Также хранят специальные значения n. Значения бесконечные можно получить в результате отделения числа на n. JavaScript строка – это неизменяемо упорядоченное последовательное 16 битных значений, каждый из которых представляет символы имя кода. Строки состоят из нуля и более символов. Символы включают в себя буквы, цифры, знаки, пунктуации, специальные символы, пробелы. Строки должны быть заключены в кавычки, использовать в одиночные кавычки и двоичные кавычки. Строки, заключенные в двоичные кавычки, могут содержать символы одиночных кавычек и наоборот. Любая комбинация перемен и операция, которая может быть вычисленной интерпретантом до получения значений, называется выражением. Вот приведены примеры. Значит, результат выполнения всех операций, входящих в состав выражения, является значением. Выражение оператора – это не одно и то же. Оператор является указанием совершить какое-либо действие и завершается точкой запятой. Выражение же определяет некое совокупное выражение. В одной операторе могут присутствовать несколько выражений. Операция представляет собой символ, благодаря которому производятся некоторые виды вычисления, сравнения или присваивания с участием одного или нескольких значений. Типы операции – это арифметические, присваивания, сравнения, логические, парразрядные. Значение, расположенное по сторонам операции, называется операндами. Операция присваивания выглядит так, как на знак равенства. Она присваивает значение, стоящий с правой стороны от нее, переменующий с левой стороны. То есть арифметические операции – сложение, вычитание, деление, получение остаткаствделения, инкермент, закремента, юнарное отрицание. Операция присваивания на равенство – неравенство – больше, больше… меньше… Больше или равно, меньше или равно, строгое равенство, строгое неравенство. Логическая операция позволяет сравнить результаты работы двух условных операндов с целью определения факта возвращения одним из них или обоим значения труда или выбора соответствующего продолжения выполнения сценария. Логические операции можно применять при необходимости одновременно проверки более одного условия и использовании результатов этой проверки. Логические операции и логические операции или логическое имение. Оператор И позволяет интерпретателю чаба выполнять те или иные действия в зависимости от условий Я. Оператор СВИЧ используется здесь в программе. Присутствует большое дерево витмени и все витмени зависят от значения какой-либо одной перемены. Оператор СВИЧ сравнивает значение перемен с различными вариантами. При сравнении скорость операции с другого равенства. Программа вывода одной из трех сообщений зависит от того, какой из чисел находится в перемене Х. Оператор БЛИК завершает выполнение витмени свитч. Управление в этом случае передается первому оператору. Следующим за конструкцию свитч. Если значение перемен в операторе свитч не совпадает ни с одним из значений констант указанных внутри в плене, то управление будет передано в конец свитч без выполнения каких-либо других действий. Ключевое слово DEFAULT предназначено для того, чтобы программа могла выполнить некоторую последовательность действий, в том числе, если ни одно из значений констант не совпало с назначением переменной в операторе свитч. Действие цикла заключается в последовательном повторении определенной части вашей программы. Некоторое количество раз повторение продолжается до тех пор, пока выполняются соответствующие условия. Когда значение выражения задающего условия становится ложным, выполнение цикла прекращается, а управление передается оператору следующим непосредственно за циклом. Виды цикла свитч это FOR, WHILE, DOILE. Цикл WHILE организует выполнение фрагмента программы, фиксированное число раз. Как правило, этот тип цикла используется, когда известно заранее, сколько раз должно повторяться в выполнении кода. Цикл WHILE содержит условия выполнения цикла, но не содержит ни инициализирующих, ни инферментирующих выражений. В случае неуполнения цикла при первой проверке тела цикла вообще не исполнялось. И следующий оператор цикл WHILE условия выполнения цикла располагается на перед, а после тела цикла. Используется, когда необходимо зубы тела цикла хотя бы один раз, вне зависимости от истинности проверяемого условия. Спасибо за внимание. Продолжение следует...